Сняла себе швы сама Кусочек жира Возможно, этот комплекс у нее сложился Проблема закрытых пространств Все, чего бы ни касалось это существо Было разрушено Алиса слезть со стола, Алиса нельзя И после ее появления моя жизнь Реально перевернулась Алис, скажите, пожалуйста, как вы чувствуете себя, когда вам исполнился год? Привет, я Энни Мэджик И со мной тут мои любимые песики И главный герой сегодняшнего видео Киса Алиса Подписывайся на канал, чтобы никогда не пропускать Самые новые видео о нашей жизни И мы начинаем Кто бы мог когда-то подумать Что вот это вот красивое, пушистое, глазастое создание Которое сейчас по размеру уже даже больше Некоторых моих собак Когда-то было маленьким, грязным комочком Из канализации Я вытащила ее из канализации Малюсеньким котеночком И поэтому неизвестно, когда она родилась Но ее возраст в середине октября Был примерно полтора месяца Поэтому мы с ветеринаром решили, что она родилась Где-то в конце августа-начале сентября И я решила, что ее день рождения Будет первого сентября Так что ждем ваших прикольных поздравлений для киски Алиски В комментариях под этим видео Я, кстати, уже делала факты о Юмичу покемоне О Бейване, о спасенной Мишаньке Но ни разу не делала факты о Софише С которой вообще начался весь мой этот канал Так что поддержите ее лайкосиком И я обязательно сделаю факты о ней Алиска абсолютно не любитель сидеть на ручках То есть, когда она приходит сама Да, тогда она просит себя погладить Даже требует, бьется в руку вот так вот головой Мурчит, урчит, капризничает Но если ее я сама на руки беру То она чаще всего, ну, прям вот не хочет сидеть Она пытается куда-нибудь уйти, вырваться То есть, такая своенравная Как и многие другие кошки, я думаю Мы не знали и никогда не узнаем Кто были родителями этого маленького красивого счастья Поэтому, конечно же, киска Алиска беспородная кошка Как только вы досмотрите этот ролик до конца Сразу же после этого на канале моих волшебных питомцев Magic Pets Выйдет ролик, как они исправляли день рождения киски Алиски Все, как всегда, по нашим с вами волшебным семейным традициям Вкусняшечки, тортик и подарочки от питомцев Ссылочку я потом оставлю в описании к видео И там же будет ссылка на мой канал Animagic Где я в честь первого сентября сняла проблемы каждого школьника Фит мои персонажи Смешилкины Недавно я стерилизовала Алису и показывала, как это все проходило Наркоз и операция в прошлом ролике Через несколько дней после операции к нам должна была прийти ветеринар Чтобы посмотреть, как там все заживает И снять Алиске швы Тут она удивила меня просто до невероятного чего-то Я была в шоке, потому что киса Алиса сняла себе швы сама Ну, то есть, вы понимаете, это два шва У каждого по узелку этот узелок нужно отрезать и вытащить нитки Я запереживала, забеспокоилась и, конечно, позвонила ветеринару Которая сказала, что да, такое бывает Иногда кошки сами могут снять себе швы И вот, если расслабить и не растягивать ей живот Здесь вот вы видите такую странную складочку толстенькую Вот этот жирок, который нависает сверху на шов Если я вот сейчас шерстку уберу Вот он, кусочек жира, который даже не расправляется Алиске, конечно, не нравится, что я трогаю ее за ее пузень Я сказала, что ветеринар, когда оперировала ее, обнаружила у нее жир И я сказала, что как бы вот удивительно, что у моей кошки есть лишний вес Я никогда не замечала, потому что она толстенькой не выглядит Но как-то не особо, наверное, я отметила, что это опасно Вот этот жир, который мы можем не замечать Из-за того, что внешне кошка, в принципе, стройная Нужно обязательно с этим побороться Так что вы на моем опыте можете это узнать Поэтому обязательно прощупывайте свое животное Оно может выглядеть вполне нормально, как Алиса Но окажется, что там есть жир, который может навредить ее здоровью Дело в том, что у Алиски есть некоторые проблемы с едой Как у бездомной такой сиротки Возможно, этот комплекс у нее сложился именно из-за ее прошлого И она очень сильно нервничает, когда нет в доступе еды И прям начинает мяукать, кричать, бегать туда-сюда по кухне Она может даже ее не есть, не прикасаться к ней Пока не захочется покушать И поесть ее только через время Но ей нужно знать, что еда у нее есть И я пытаюсь с этой психологической ее проблемой как-то побороться Да, киса-лис Кстати, я сейчас вот в такой толстовочке Кто твой котик, на которой... Да, кто твой котик? На которой киска Алиска и нарисована Это наш Magic Merch от магазина MyPets Ссылочка есть в описании Потому что сейчас 3 сентября начинается акция У них будут на сайте скидки Скидки на разную зоопродукцию И в том числе на Magic Merch На футболки, свитшоты, худи Так что кто еще не успел себе ничего приобрести Скорее торопитесь купить со скидочкой Потому что потом уже этого мерча никогда, нигде в продаже не будет Забыла сказать, что на лежачки Magic Family тоже будет скидка И акция длится с 3 по 10 сентября Так что поторопитесь А еще одна проблема моей кошки Это проблема закрытых пространств Я не знаю, с чем это связано у Алисы Но она почему-то вообще не переносит закрытые двери То есть если ты где-то закрываешь дверь Между кухней, например, и коридором Она будет так паниковать Она будет мяукать Она будет очень нервничать Если куда-то она не может попасть Или ее, например, оставили случайно Или специально там как-то в отдельном помещении от всех остальных Дело не в том, что именно она в маленьком пространстве А просто даже если во всей квартире открыты двери И она находится во всей этой квартире Но в одну комнату дверь закрыта И там ничего такого нет, что может ее привлечь Ни игрушек, ни еды, ни кого-то из питомцев Ей все равно нужно, чтобы эта дверь была открыта Все двери должны быть открыты И по-другому никак Иначе начинается истерика Очень часто, кроме как киса Алиса Или просто Алиса Я называю ее котомонстром и кисявкой Алиска не очень любит общаться с тремя моими взрослыми собаками Эйвеном, Софией, Мишей То есть чаще всего она их просто игнорирует Но лучшая подруга у нее Моя младшая собака Юми Чу Я думаю, это потому, что они как бы выросли вместе И Юми на тот момент тоже была щенком Получается, они были как два ребенка У них очень классные отношения Они реально как лучшие друзья Они могут спать вместе Беситься, играть, драться в шутку Они очень мило смотрятся вместе, по-моему Очень часто у Алиски после 10 вечера Начинаются приходы, как я это называю Например, я валяюсь, смотрю кино И она начинает носиться по стенам просто-напросто Реально бегать, прыгать Готова запрыгивать на шторы Сходить с ума И причины для этого тоже никакой нет Раньше я думала, что это связано с тем Что, возможно, она взрослеет И ей нужен мальчик И это вот такие вот странные проявления Но после стерилизации она делает то же самое Вот так Какое-то время, особенно когда Алиска была маленькая Я называла ее разрушитель Потому что все, чего бы ни касалось это существо Было разрушено То есть, например, я сижу, монтирую И она запрыгивает ко мне на стол И обязательно уронит горшок с цветком Потом спрыгнет и обязательно разнесет эту землю И разорвет этот цветок Когда она находилась на кухне Она запрыгивала на холодильник И обязательно с него что-нибудь роняла Например, стакан с водой могла уронить Она обязательно что-нибудь роняла со стола И разбивала Она постоянно, запрыгивая на подоконник Дергала вот так вот там, мучила Драла жалюзи на окне И в итоге она их испортила И я очень переживала, что если моя кошка останется такой То я обречена на жизнь, в которой нигде ничего нельзя оставлять А так как у меня собаки безумно воспитанные Они никогда ничего не грызут, не роняют, не портят Потому что я с детства рощу их по своим правилам Я очень не привыкла, что такое происходит И потом кто-то из близких мне сказал, что это нормально Потому что она котенок И у нее движения еще неловкие, нелепые И она вот ходит вот так вот и все роняет Когда она станет кошкой повзрослее Она будет более грациозно обходить препятствия В итоге сейчас действительно все нормально И теперь крайне редко, когда происходят какие-то подобные ситуации Чаще всего из внешности Алискина И обращают внимание на ее половинчатый носик Он реально покрашен как бы пополам Черный и белый, такой иньянь И у нее прикольный окрас Такие белые перчаточки на лапках А на задних лапках такие гольфики Носочки беленькие А в целом она вся серая Но я на самом деле думаю, что это довольно распространенный окрас Потому что у Алисы очень много двойников Среди беспородных кошек То есть мне, например, постоянно присылают какие-нибудь фотки Или профили в инстаграм котиков и кошечек Очень похожих внешне на Алиску А еще Алиска очень добрая и хорошая кошка То есть в ней нет какой-то агрессивности Она не царапается Она не кусается как-то так специально Не нападает на ноги Она очень в этом смысле спокойная и ласковая При том, что она может сама решать Когда ее гладить Когда ее брать на руки Можно или нет, но при этом она никогда со мной не дерется Я знаю просто, что очень многие люди, у которых есть кошки У них на руках часто какие-нибудь царапки Или что-то такое У меня с Алисой вообще такого не было Но при этом она побаивается чужих людей Я думаю, это связано с ее прошлым То есть если Алиска встречает незнакомца Человека, которого никогда в жизни не видела Вот он пришел ко мне в гости Она его заметила И она может убежать куда-нибудь, спрятаться И вообще не выходить, пока этот человек не уйдет И только потом, когда дверь уже за ним закрылась Она выйдет Но если она уже узнала этого человека поближе И встречает его не первый раз Она уже может к нему нормально относиться И не бояться Алиска очень любит унитазы, раковины и ванны То есть она вот прям любит воду и наблюдать за водой Но, конечно же, не купаться и не мыться А вот просто играть с водичкой в кране Или играть с водичкой в унитазе Я это не совсем понимаю Но если я не ошибаюсь У многих кошек есть такая привычка То есть она запрыгивает на ободок Стоит вот так вот аккуратненько на нем И играет с вот этой вот водой в унитазе Это очень странно и нелепо и смешно Но не зря, видимо, есть даже такие штуки Специальные приучалки кошек Ходить в туалет не в лоток, а в унитаз То есть все кошки как-то неравнодушны к унитазам У Алиски есть такая фишка Взять в рот игрушку свою Это такая палочка на проволоке И носить ее с собой во рту, как собака Или грызть ее И еще она очень любит с ней крутиться Бывает даже такое, что она берет вот эту пушишку в рот И начинает вот так вот крутиться по кухне С этой вот проволокой Эта проволока летает вокруг нее И она закруживает себя так, что у нее явно кружится голова Она вот так вот покачивается И как будто это ей нравится И она продолжает это делать Алиска прям не любит, когда ей гладят животик То есть я просто привыкла, что мои собаки любят И даже сами ложатся на спину И они прям вот просят иногда погладить им пузико А Алиска прям может психовать из-за этого То есть она, конечно, ругаться со мной не будет Кусать меня не будет Но явно и прямо ей это не нравится Поэтому, ну, я этого просто не делаю Алиска умеет разговаривать Но только тогда, когда я на нее ругаюсь Говорю каким-то таким вот низким грубым тоном Когда, например, залазит на кухонный стол Начинает ходить по нему, как ни в чем не бывало Я ей говорю, Алиса, слезь со стола, Алиса нельзя И она сразу такая Она прям отвечает Или когда у нее что-нибудь не получается Она безумно сходит с ума совершенно Если в комнате где-то есть муха Вот сейчас летом залетела какая-то муха И Алиса, если не может что-то сделать Не может поймать муху Не может достать откуда-то игрушку Она реально может прийти и позвать То есть реально говорит вот так Я не могу это изобразить, но это смешно очень И смотрит на тебя прям Ты ей говоришь, а она отвечает Это очень прикольно И я знаю, что очень многие кошки Разговаривают вот так вот со своими хозяевами Очень многие владельцы кошек Надевают им на когти антицарапки такие специальные Либо же стригут когти кошкам Но я ничего этого не делаю В какой-то момент решила не стричь когти Алиске принципиально И как-то так получилось, что она не портит ни мебель Не дерет там обои, стены Возможно, я с детства ее этому приучила Используя такой лайфхак Взяла жидкость, в которой смешала масло, лайма, лимона, еще чего-то, апельсина И побрызгала то место, где она хотела шкрести И в том числе кресло, например, сзади со спинки побрызгала И после этого она как-то не стремилась ничего портить Алиска за это лето просто очень полюбила тусить на балконе На балконе сложны всякие разные коробки И ей это нравится Плюс все лето на балкон была открыта дверь И поэтому она просто приучилась там находиться огромное количество времени И наблюдать за голубями То есть вот прям это самое, наверное, сейчас летом было любимое времяпрепровождение Но при этом пока что Алиса все-таки боится улицы, когда выводишь ее гулять Зато она прекрасно относится к ошейникам Но не очень хорошо сейчас еще понимает шлейки И что странно, после того, как она побывала уже на улице Но при этом она вроде как еще боится улицы Всегда, когда я куда-то собираюсь, она хочет вместе со мной пойти гулять То есть прям норовит выйти в подъезд Нюхает воздух оттуда И когда я прихожу домой, она вместе со всеми собаками меня встречает Все собаки очень любят спать со мной И постоянно просятся в кровать А Алиска спит всегда у себя в домике Или где-нибудь в другом укропном местечке Но не со мной Со мной она спать не хочет Я думаю, как и все кошки Киса Алиса очень любит Коробки, туннели, пакеты Все такое, куда можно спрятаться Забраться, залезть Все, что шуршит То есть если где-то будет пастая коробка То Алиска уже через секунду будет там Если я прихожу из магазина и оставляю большой пакет В который можно залезть Неважно, есть ли в нем что-то или нет То Алиса тоже обязательно в него залезет Недавно мы приехали с нашего Мэджик Хауса С мешком картошки Это был наш первый урожай Целых 10 кустиков Ну так вот для себя посадили покушать просто То она залезла в этот мешок с картошкой Разворошила там все Вылезла вся в этой картошке В этой песке от картошки Играла с этой картошкой Катала эти картофелинки В общем, кошки Ну и самое главное, наверное, это то, что Алиса изменила мой взгляд на кошек Я полюбила кошек точно так же, как и собак И после ее появления моя жизнь реально перевернулась Очень многие поздравляли киску Алиску с днем рождения в моем инстаграме В инстаграме питомцев Спасибо вам огромное Вы подписывайтесь, если еще не подписаны на наши инстаграмы Ну а я, конечно, люблю эту маленькую Забияку, буку, козявку Какой бы вреденой она ни была Как любой хозяин любит свое животное Переходите по ссылочкам на новые видео на других наших каналах И увидимся скоро в новых роликах Пока!